Я очень рад, что выбрал именно эту специальность, потому что именно вот эти знания, в отличие от многих, помогли мне в работе, карьере, в жизни. Дисклетная математика, языки программирования, базы данных, организация ЭВМ, теория автоматов – это даже весьма базовые, можно сказать, далекие от облачных вычислений, но они позволили заложить фундамент и глубокие знания, позволяющие разобраться в тонкостях технологий, с которыми я сейчас работаю. Уже на втором курсе я устроился работать инженером на Кирово-Щипетский химический комбинат, уже там применял свои знания в программировании. Потом, значит, я устроился системным администратором в Кировскую компанию, где я принял на обслуживание всю сеть и создавал ее с нуля. Я тянул провода, работал с видеонаблюдением, IP-телефонией, локальной сетью. И это вместе с теми предметами, которыми я учился, очень помогли мне, собственно, на практике понять, чем я хочу заниматься, куда я хочу идти. Примерно одновременно с выпуском из ВЯДГУ я перешел с системного администратора на системного архитектора в интеграторы, где стал уже заниматься большими решениями в области серверной инфраструктуры, локальных сетей, систем видеоконференций. И потом уже оттуда перешел в Майкрософт на текущую должность, где я уже тружусь больше восьми лет. Сразу начал работать на таких проектах, как Сбербанк, Олимпийский комитет Сочи-2014, где сразу там сотни тысяч компьютеров. Консультант в мире консалтинговского бизнеса. Это специалист, который помогает понять задачи бизнеса, транслировать их в технологии, и эти же технологии имплементировать, воплотить в жизнь, либо собственноручно, либо с помощью партнеров и других людей. Так как я старший консультант, обычно я выступаю техническим лидером на проектах из пяти-десяти человек, но могу и сам руками подписать скрипты, понастраивать сервер. Большой масштаб, большое количество людей, участвующих на проектах, большой уровень ответственности, большой уровень денег, которые тратятся на эти проекты, ну и, соответственно, получаются вознаграждения. И подходы сильно отличаются от ведения проектов в небольших организациях, но при этом базовые знания, они все те же. Если ты хорошо разбираешься в технологии, если ты с ней давно работаешь и держишь руку на пульсе, позволяют делать и большие, и маленькие проекты, если ты оказался в хорошей команде. Продолжение следует...